От благоустройства дворов, реконструкции ливневых сооружений, главных столичных магистралей до строительства новых школ и детсадов. Глава администрации Чебоксара Алексей Ладоков провел прямую линию, в ходе которой ответил на самые актуальные вопросы горожан. За полтора часа их поступило более двух десятков. Большинство обращений по поводу дальнейшего благоустройства столицы и вводы в эксплуатацию новых социальных объектов. Беспокоят горожан заморозка строительства школы в микрорайоне Садовой. Да, на сегодняшний день стройка практически заморожена, движения нет. Это связано с тем, что мы расторгли договор с подрядной организацией, которая не выполняла работы в соответствии с установленным графиком. Контракт расторгнут, поэтому работы никакие на стройке сегодня не ведутся. В ближайшее время, месяц-полтора, мы планируем заключить контракт с новой подрядной организацией в соответствии с действующим законодательством. Выйти на площадку и ускоренными темпами вести строительство. Так, чтобы к сентябрю следующего года ввести объект в эксплуатацию и запустить учебный процесс. В этом году и в последующей на карте столицы появится семь строительных площадок. Микрорайонный университет, Лента, Новый город, Акварель и Солнечный адреса будущих школ. Много было задано вопросов по поводу транспортной реформы. Жители Солнечного интересуются, когда к ним придет 10-й троллейбусный маршрут. Уже большая часть троллейбусов поступила. Мы получили 44 троллейбуса обычных и получаем уже троллейбусы с автономным ходом. Поэтому, как и было заявлено, планируем в апреле поставить троллейбусы на линию и в том числе, запустив троллейбусы с автономным ходом, зайти с ними в микрорайон Солнечный. В ходе прямой линии прозвучал интересный вариант решения проблемы нехватки парковочных мест. Люди платят годовой апонемент за парковочные места. Я понимаю, что все дороги принадлежат городу и парковочные места. Да, мы это внедряем и у нас абонементы уже продаются. И есть автолюбители, которые их приобретают и пользуются. В столице обетшали пешеходные тротуары. 70% из них нуждаются в ремонте. На эти цели направлено 870 миллионов рублей. И в этом году работы по благоустройству проведут по 14 адресам. Практика показала, что обсуждение проектов благоустройства с горожанами на открытых площадках позволяет выявить лучшие действия. Так, к примеру, сейчас на стадии разработки обновления Казанской набережной. После того, как концепция реконструкции будет одобрена горожанами, специалисты приступят к проектированию. Мы поставили этот объект в комплексную программу развития города на 2020-2025 годы. И нужно сделать все возможное для того, чтобы этот проект был реализован. За строчками микрорайона Новый город, микрорайон Олимп привлекли архитекторов. И работаем сейчас над концепцией, над разработкой концепции и мастер-плана. Жители обратили внимание главы администрации и на неработающий подъемник в жилом комплексе Ясная Поляна. Его установили в прошлом году для маломобильных граждан. Причем строительство лестницы с подъемником на перепаде высот обошлось городу почти в 3 миллиона рублей. Алексей Вадыков сразу же поручил исправить уличный лифт. Еще вопрос у меня по участковому пункту полиции. Вот она очень необходима в данное время в Садовом районе. Из бюджета города выделяем в этом году средства на приобретение двух пунктов. Рассматриваем микрорайон Солнечный и микрорайон Садовый. Помимо общественной безопасности, граждан волнует темы транспортного обеспечения, озеленения и благоустройства общественных пространств. Обратная связь позволяет привлечь внимание органов власти к самым актуальным проблемам. Наталья Мальчикова, Михаил Солин, Республика.